Ну и с начала российского вторжения в Украину россияне эмигрируют в другие страны. Кто-то из-за несогласия с войной, а кто-то из-за риска отправиться на фронт. В рамках мобилизации по меньшей мере 155 тысяч граждан России за прошлый год получили временные виды нажительства в странах Европы и СНГ. Около 15 тысяч искали политическое убежище в Европейском Союзе, правда получили его там меньше чем 2000 людей. И в 2022 граждане Российской Федерации побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. Эту волну эмиграции ученые сравнивают с белой эмиграцией времен Октябрьской революции и Гражданской войны. Тогда по оценке Красного Креста уехали около 2 миллионов человек. Масштабы нынешней волны все же меньше, правда данные сильно разнятся от нескольких сотен тысяч до миллиона. Ну и также добавим, что за последние пять лет Россия потеряла около 50 тысяч научных сотрудников. Такие данные озвучил вице-президент Российской Академии Науки и глава ее сибирского отделения Валентин Пормон. По его словам, ни одна страна в мире не переживала таких потерь. Между тем, с момента начала развязанной Москвой военной агрессии против Украины, Российская Федерация по разным оценкам, точнее Российскую Федерацию, покинули от 600 тысяч до миллиона с лишним граждан. Согласно проведенному по заказу Кремля опросу студентов из более чем 50 вузов, треть учащихся заявила о желании уехать из России. Причем в высшей школе экономики таких навралось 58%. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет будущей зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это сделать. Конец цитаты, ну и давайте переходить к обсуждению. Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский лайв с нами прямо сейчас на связи. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, ну мы неоднократно с вами уже говорили о том, как россияне массово пытаются избежать мобилизации. Да, по разным причинам выезжают в другие государства, в страны ЕС, в страны бывшего Советского Союза. И вот смотрите, цифра 155 тысяч граждан, да, ну по меньшей мере. Это официальная цифра, которая получили временные виды нажительства в странах Европы и СНГ. Вот, соответственно, хотелось бы понять, большая это цифра, либо нет. Потому что, ну, как для Российской Федерации 155 тысяч, вроде бы это и немного, да, с одной стороны. С другой стороны, уезжает активный класс, уезжает креативный класс, уезжает технологический класс, уезжают мозги. Вот, соответственно, их можно удержать каким-либо способом сейчас Кремлю в России, что он и пытается делать, да. Там, когда закрыли европейское пространство, например, в марте вылетали чартерами, турецкими чартерами, россияне массово продолжали покидать территорию страны. Хотелось бы от вас оценки получить. Ну, вы знаете, мне кажется, 150 тысяч, о которых вы говорите... 155. 155, да. Это очень консервативная оценка, потому что я, когда изучал этот вопрос, веду цифры гораздо больше. Мне кажется, правдивая цифра где-то в районе около 700-800 тысяч человек. Тут необходимо, как мне кажется, сфиксировать несколько волн этой иммиграции. Это называемое февральское, февральский отъезд, да, или там пренебрежительно в чатах кто-то их называет февралята, например. Вот такой термин уже, можно сказать, сложился. Это те люди, которые бежали в самом начале войны, в конце февраля, в начале марта, когда прямых угроз их жизни как будто бы и не было. То есть это были те люди, у которых, ну, помните, как Вася говорил, да, у меня с властью эстетические расхождения. Ну, вот это были как раз те люди, которые понимали риски, понимали, куда все идет, и не хотели просто участвовать никаким образом, ни рублем, ни как-то своими делами, ни налогами, ни оплатой там товаров, услуг, каких-то вещей в стране, которая ведет преступную захватническую войну. Потом пошла еще одна волна эмиграции, которая была связана с призывом. Мы помним сентябрьский указ Путина, мы помним пробки в Грузии на Верхнем Ларсе, потому что тогда казалось, что это основной какой-то способ вообще выехать из России. И многие из тех, кто уехал на самом деле в сентябре, необходимо рассказать, что они вернулись. Когда увидели, что мобилизация вроде как технически закончена, когда увидели, что в целом можно бегать от призыва и от военкома, и можно как-то продолжать строить свою жизнь. И это те люди, которые на самом деле не нашли себя в новой жизни, в странах бывшего Советского Союза, в Европейском Союзе, в других странах. Но есть и те, кто, вы знаете, как-то селенаправленно выезжал, просто как будто ждал вот некого, как говорится, пинка. И он, конечно, случился и продолжает стучать, этот пинок. Поэтому я думаю, что вот этих людей, наверное, государству вернуть не получится. Ну, просто никак. Те люди, которые не смогли как-то устроиться, они, видите, сами по себе возвращаются. Но я думаю, что те события, которые мы сейчас наблюдаем в России, которые связаны с призывом, на самом деле являются ползучей мобилизацией. И, конечно, возвращаться в Россию нельзя. И надо максимально стараться держаться за новые возможности и за ту новую жизнь. Пускай она будет и в разы хуже, и непонятнее, и непривычнее, чем та, которая есть в России. Но она все равно лучше. Ну, вот вы, в принципе, охарактеризовали, кто они, эти новые русские эмигранты. И также обозначили, что уже были и те, кто вернулись, когда уже якобы там мобилизация закончилась. Ну, вот по состоянию на мае 2023 года, точнее, даже Министерство обороны Великобритании сообщает о том, что в мае конкретно 2023 года также оценило возможное количество уехавших из России. И эта цифра 1,3 миллиона человек. И также шла речь в статье Forbes о том, что из России выехали от 600 тысяч до миллиона человек. Ну, и также, если там просматривать, скажем так, то, что дают официальные российские власти, СМИ, то где-то примерно то же количество уехавших в прошлом году исчисляется сотнями тысяч. И вот мы понимаем, что это тоже касается, ну, может ударить и по трудовой миграции. Действительно, если вот сейчас уже, возможно, ну, по истечении более чем год полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине ощущается вот этот кадровый голод, в каких сферах это больше трудовые, скажем так, руки, или это тоже касается управляющегося, управленческого персонала, вот. И кто на их место, кто-то заходит, возможно, это из республик малых, скажем так, Российской Федерации. Как вы оцениваете ситуацию именно в сфере трудовой миграции? Ну, вы знаете, тут, мне кажется, важно заметить, что путинизм всегда боролся и всегда был наиболее озлоблен на самые прогрессивные, самые умные и самые востребованные свои населения тактически и планомерно, делая их жизнь в России невозможной и фактически уничтожая все нормальные условия для их жизни и для их работы. И, конечно, прежде всего уехали те люди, у которых была возможность. То есть это, скажем так, средний класс, это люди, у которых есть документы, это люди, у которых, видимо, есть какая-то подушка на то, чтобы начать что-то новое за кордоном. Это люди, которые имеют заграну и просто люди, которые хорошо понимают, что будет дальше. У них, по крайней мере, есть критическое мышление и есть некий аналитический склад ума, чтобы понять, что если вот сейчас Россия объявила войну или специальную военную операцию, как ее называют, в Российской Федерации, то дальше дело будет пахнуть керосином, и мне тут ловить совершенно абсолютно нечего. Вот этот миллион, о которых мы с вами говорим, миллион уехавших, не совсем не понятно, что это значит. Ну, может быть, там, если как-то переложить на города, станет ясно. Но вот я смотрел на население стран европейских. Знаете, это что-то типа Кипра или Черногории. То есть довольно понятные, не маленькие, по крайней мере, не крохотные государства, большие страны с городами, с ясным каким-то понятным населением. Конечно, это довольно большая цифра, но прежде всего касается, конечно, отъезд и топ-менеджеров, и менеджеров среднего звена, и тех, кто работает в IT-кластере, в новых каких-то стартапах, в приложениях, в интернет-бизнесе. Потому что пандемия показала им, что в целом ходить в офис постоянно не обязательно, что можно работать, в принципе, из любой страны, что где-то даже и работать удобнее было бы, потому что и как-то, может, там, интернет быстрее, или часовой пояс в Азии, например, да, ты просыпаешься еще до того, как проснулась Москва, там, можешь начать уже работу, и уже там к началу рабочего дня в Москве показать какие-то там результаты, например. Но вот руководство тут всячески, конечно, пытается сделать жизнь россиян за рубежом сложной, запрещая работать на удаленке, ограничивая количество людей, которые могут работать не в России, на это идут большие компании, такие указы принимают большие IT-компании в том числе. Ну, вы знаете, я думаю, что тут какая-то смекалка и какая-то хитрость, и невозможность контролировать вот эти большие процессы все-таки победят, и мне кажется, как-то все будет нормально. Я бы хотел еще добавить также официальную информацию, что 10% всех производителей электроники из России уже перенесли своего производства за рубеж. В основном это Китай, Вьетнам, Индия и Турция, о чем сообщает российское издание «Коммерсант», ссылаясь на данные исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского. По его данным, из 3000 телеком-предприятий, которые работали в России за последний год, 300 уже покинули территорию страны. В основном это связано с подорожанием производственных процессов в самой России в связи с наложенными на нее санкциями. Чем больше цепочка обхода санкций, тем, соответственно, дороже, а значит, менее конкурентным получается конечный продукт. Кроме того, некоторые компоненты имеют модули шифрования, а значит, должны пройти проверку ФСБ, что усложняет разработку и внедрение новых продуктов. Да, и я вспоминаю буквально-таки прошлый год, когда, по-моему, Мишустин, ну, точно представители экономического блока, призывали, да не уезжайте, вот давайте создадим свой высокотехнологический пласт экономики, да, давайте здесь производить, призывали и айтишников тоже не выезжать, давайте создавать свои продукты и так далее. Но, когда дело касается реального сектора экономики, то, соответственно, все эти призывы разбиваются просто о, ну, такую, экономическую реальность, не более, не менее. Ну, да, тут сложно с вами не согласиться, но давайте не забывать о том, что в целом, наверное, любая страна, которая производит электронику или какие-то высокоточные, давайте так, интеллектуал-емкие, да, интеллекто-емкие какие-то изделия, гаджеты, она же не производит их, там, Америка айфоны не клепает в силиконом-долине, например, да, это все равно производится все в Китае. Что касается российской экономики, то там ловить сейчас, конечно, абсолютно нечего, если разве что ты не связан никак с оборонно-промышленным сектором или с госзаказом, а еще лучше и с тем, и с другим, потому что вот там сейчас, конечно, деньги появляются, там сейчас большие бюджеты, ну и еще раз российский экономический эксперт Зборевич постоянно говорит о том, что госсектор выживет, все у него будет хорошо, ну и вообще мы знаем с вами, что как-то не парадоксально звучит, но война это отличное топливо для экономики, когда мобилизуется производство, мобилизуются госзаказы, появляются деньги, появляются бюджеты, появляется необходимость делать все быстро, в больших объемах и так далее. Но о том, что какой-то высокотехнологичный пласт появится в Российской Федерации, конечно, нет, потому что прежде всего он может быть построен только на международном сотрудничестве, на обмене опытом, ну а какой тут может быть обмен опытом с какими-то странами, которые действительно важны в этом секторе. И в России ведь еще колоссальный кризис производства средств производства, то есть мы не можем делать станки. Худо-бедно мы там научились клепать какие-то детали, но сам станок сделать, на котором ты будешь делать деталь, это невероятно сложно. Эта проблема обозначилась еще на самом деле после аннексии Крыма, после первых санкций в 2014 году, и она сейчас только продолжает усугубляться. Но, вы знаете, я тут хотел бы подчеркнуть, что санкции это блюдо, которое готовится долго и на медленной температуре, и, конечно, в ближайшее время, как мне кажется, давайте будем честными, какого-то экономического краха в России из-за санкций, из-за отъезда кадров, которые мы с вами сегодня обсуждаем, я бы ждать не стал. Ну вот тогда давайте посмотрим на другую сторону медали, а навредит ли тем странам такой отток, такое количество россиян с Российской Федерацией в их страны. К примеру, в Финляндию в прошлом году эмигрировало рекордное с момента распада СССР количество россиян. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Финляндии. И эта волна эмиграции напрямую связана с российским вторжением в Украину. В 2022 году Финляндия зарегистрировала рекордное количество эмигрантов 49 998 человек. Пограничная охрана Финляндии на этом фоне предлагала огородить часть границы с Россией, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны. Там уже приступили к проектированию частичного ограждения, но, тем не менее, уже такое количество, которое я уже называла, в Финляндии. Ну, учитывая небольшие страны и количество россиян, наплыв туда, как вы считаете, есть ли какая-то угроза этим маленьким странам? Не услышат ли они об очередном каком-то русском мире, о каких-то правах россиян? Или это не те люди эмигрируют с России, которые бы где-то там начинали качать, условно говоря, свои какие-то права и требовать что-то от этих стран, в которые они прибыли? Ну, я не думаю, что Финляндии или каким-то другим европейским странам, пускай даже, не большим, хотя Финляндия такая вполне себе нормальная страна, что-то грозит от тех, кто уезжает сейчас из России. Давайте так, самые ватненькие – это те, кто давно уже живут в другой стране, но испытывают какое-то чувство тоски по родине, чувство рессентимента. Не смогли нормально устроиться в новом мире, кем-то там подрабатывать не на очень большой зарплате и важные должности. Самые ватные, мне кажется, прослойки – это… Они ватные, и они, вы знаете, еще такой забавный момент, они же самые консервативные. То есть, вот, например, поддержка Трампа на обратном бич, насколько я помню, да, район, где живут выходцы из Советского Союза уже на протяжении многих десятилетий, она колоссальна. Очень много пропутинских настроенных товарищей находятся в Германии. И более того, они как-то там сплоченно живут в крупных городах и даже проводят какие-то там акции, мероприятия, шествия с символикой и так далее. Правда, недавно там против одной завели дело, может быть, это будет какой-то важный прецедент. И есть и в странах Балтии тоже, где я нахожусь, некая прослойка. Люди, которые действительно скучают по той России, которая вторглась в Украину. Ну и надо помнить, что есть доступ, например, к российским каналам через спутник в странах Балтии. Но, еще раз, я не думаю, что люди, которые бегут от войны, сейчас приедут в Хельсинки и начнут там ходить с портретами Путина, с георгиевскими ленточками и топить за вторую советско-финскую войну. Зимнюю войну, как ее еще называют. Дмитрий, как всегда, вас благодарим за предметное общение в эфире телеканала Freedom. Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский лайв. Только что был на связи со студией.